Всем привет! Сегодня у нас видео будет практическое для тех, кто живет в Турции или только приезжает, особенно те, кто здесь новенькие, снимает либо покупает свое первое жилье. Я буду больше акцентировать внимание, конечно, на погодных условиях на Стамбуле, на том, что мы здесь сейчас имеем. Но это может касаться и других частей страны, естественно. Но климат у нас здесь очень разный, да, у нас где-то есть, где очень тепло, круглый ход назовем тогда, там зиму плюс 10, плюс 15, типа Анталийское побережье, да. У нас есть еще и горы, где минус 20, снега, у нас есть 100 горнолыжные курорты, карты, например, 2 часа от Стамбула ехать. В общем, погода у нас везде разная. Выбор жилья, я здесь повторюсь, это в основном Стамбул, что-то при море, где есть влажность, сырость и так далее. Но к Анталийскому побережью, к Марморису, это тоже все, в принципе, относится. Можете брать во внимание, Бодрум, Фетхе, это тоже те же, назовем так, моменты, можно учитывать, кроме там отопительных моментов. Так что давайте приступим. Сегодня видео. Я хочу вам дать инструкцию от себя, как здесь поживший, менявший жилье, на что нужно обращать внимание при аренде жилья, либо покупке, особенно покупке жилья. Да, моментики такие здесь, назовем так, местные особенности квартиры, чтобы исключить как можно больше неприятных разочарований. И так как сейчас вообще вперед просят за полгода, за год оплату жилья для иностранцев, аренду. Соответственно, затем съехать или найти другое жилье, это и дорого, и проблематично, и свободного хорошего жилья не очень много остается, все разбирают. В общем, практически советы. Давайте приступим. Это бич вообще всей Турции. Что такое плесень? Она у нас бывает на кухне, она бывает в ванных, в любых влажных помещениях. Ну и вообще по всей квартире тоже. Но вот в Стамбуле в основном это какая-то влажная зона, это где есть раковина на самом деле. Или у вас плохо изолированы трубы воды. В общем, это тоже может быть на стенах и так далее. Не надо рассказать, что плесень-то очень вредна для дыхательных путей, особенно для астматиков. Жить в плесени очень вредно. Эти люди сразу чувствуют эту разницу. Ну и в принципе стать астматиком из-за иметь какие-то болезни себе тоже можно, если вы живете с плесенью. Есть, сразу говорю, службы, погуглите, которые приезжают, просушивают, протравливают, промазывают и закрашивают, потом все это. Есть косметическое, закрасить, а есть прям протравить, пролечить стены, пролечить квартиру. Это не дешевое, кстати, удовольствие, но если вы купили квартиру с плесенью, можно этим заняться, если вы для себя делаете. В съемной квартире, ну такое себе, это дороговато будет стоить. Вам никто это компенсировать, скорее всего, не захочет, не нравится жить с плесенью, ну матовый. Я тебе, когда квартира, арендодатель, скажу, ну тебе надо, ты плати, я тебе это компенсировать не собираюсь. Ты, когда смотрел квартиру и снимал, ты, например, видел, что это есть, ты соглашался на эти условия. К сожалению, скорее всего, вам ответят вот так. Потому что плесень здесь абсолютно норма для большинства, очень многие с ней живут всю жизнь на самом деле, уже на нее внимания не обращают. Я про местных говорю. Есть местные, кто, конечно, заморачивается, ну и, в общем, хорошо следят за квартирой, чтобы этого не было. Опасные моментики. Почему бывает плесень? Это старые дома, старые пути воды, то есть всякие трубы, раковины, вся прочая история. В старом ветхом жилье такое бывает. В новом тоже есть, но новое, это лет 5 где-то жилье такое, дом когда, да. Важно, ну здесь в принципе влажность воздуха очень высокая, да, и здесь все подвержено плесени, но чем ближе у вас будет море, Босфор, красивый вид, тем больше вероятность того, что у вас будет плесень в квартире. К сожалению, это так. Особенно кто живет возле моря, возле этой прям открытой влажности, там плесень просто зарастает. Есть люди, которые просто борются год от года, вызывают эти службы, протравливают, убирают, сушат, не помогает. То есть на год, на два, а потом опять по новой, потому что это особенности климата или места расположения вашего жилья. Есть, да, к сожалению, такие дома возле Босфора, вот именно в Стамбуле, где плесень, это постоянная история. Второй бич, квартира недвижимости в Турции, это тонкие стены, слышимость соседей. Это очень важно, это не важно старый дом или новый, это не важно в каком ты месте живешь, в маленьком городе или в крупном, абсолютно нет. Это зависит от твоих соседей, от района зависит, от самого СИТЭК, если у тебя по типу СИТЭК дом, какие у тебя соседи. Здесь есть вот свои плюсики и минусики, сейчас об этом и про отопление, и про соседей расскажу. Вот если мы берем минусы звуков, у вас могут быть громкие соседи, здесь правила такие же до 10 вечера, можно шуметь потом. Нет, короче, поверьте, война с шумными соседями у турок, у самих между собой происходит. Найти хороших соседей, это вообще очень даже большая проблема, да, чтобы они были более-менее тихие, слышимость очень большая. У соседа упадет ложка, ты это можешь услышать. Где-то старые дома, таких средних, типа 30-40 лет постройки, в новых такое бывает, которые как картонные домики строят, это больше где тепло, вот в этой части Турции, курортные, там тоненькие стены. В старых, назовем так, каменных домах, очень старых в районах в Стамбуле, слышимость не такая большая. Бывает, бывает с этим попросим, каменные, тяжеленные, толстенные стены, но эти квартиры холодные, их очень дорого отапливать, потому что стены очень поглощают много тепла, их протапливать очень дорого и долго получается. То есть вот это, вы знаете, тут плюс-минус надо свое искать, что для вас критичнее из этого, да, из этого. Вы знаете, что вам хочется в холодной квартире жить, но тихой, да, или со звуками вас не напрягают, там особо шумные соседи, но в тепле. Как вам это выгоднее и по карману, и по вашим предпочтениям, желаниям. Можно найти квартиру теплую из бесшумных соседей, это как повезет. Поэтому, когда вы смотрите жилье, особенно покупаете или арендуете, ходите, старайтесь смотреть квартиры в 8 вечера, когда все возвращаются домой. И вот вечером какая максимально заполняемость соседских квартир, что вы будете слышать, чтобы вы поняли, как вообще шумят соседи, нет, кто-то живет или нет. Обращайте внимание, когда идете по этажу, есть ли коврики у квартир, у входа обычный турок, всегда коврики, обжитая ли квартира, то есть она брошенная стоит или там кто-то живет. Стоит ли обувь у входа, турки часто оставляют в старых, особенно в домах обувь у входа, коврики, вот это вся история. Если там, например, детские какие-то коляски, велики и все прочее, у меня в самой, как бы не думайте, что я против детей, вся такая плохая, у меня сама есть ребенок. И я люблю своего ребенка, но чужих не очень, поверьте. И когда свой наорется, например, когда он маленький был, еще соседский слушает, значит не очень приятно. Обращайте на это внимание, то есть понимайте сразу риски, что если здесь есть дети, будет шумно, скорее всего. Потому что если турецкая семья очень часто, у них нет режима, они могут спать там в час ночи, в два ложиться, бегать, орать, короче, никто даже замечания не сделал. То есть это довольно-таки именно по звукам эта проблема может быть. Ну и, кстати, у наших тоже так бывает, из наших стран, кто из СНГ приезжает, это вообще не показатель турки или нет, вообще это от людей, от культуры, от воспитания в семье зависит. Вот вы понимаете, да, смотрим квартиры обязательно вечером, желательно, днем, когда все на работе, вы ничего не услышите, вот эти звуковые помехи, что в квартире будет. Из этого это один момент, а второй вытекает, смотрите на отопление. Очень выгодно бы, удобно по звукам посмотреть квартиру угловую, да, чем меньше у тебя стыковок по стенам с соседями, тем тебе тише будет, да, будет спокойная тихая комната. Второй минус из этого идет, очень часто угловые квартиры выдуваются, если там плохо сделан дом, плохая там изоляция, тепла и так далее, очень возможно, что угловая комната, она будет самая холодная во всей квартире, она будет тупо выдуваться. Поэтому может быть тихо, но может быть холодно, да, и чтобы не было холодно, надо больше тратить электричество, обогреватели, либо батарей. В Стамбуле есть центральное отопление, их несколько видов, это и дуалгаз натуральный, да, живой газ, и соба даже есть, это печка, которую топить надо. Но это в старых совсем районах, это, ну, такое все равно есть, это супер-супер эконом какого-то варианта квартиры, это может быть в центре, но в каком-то старом-старом доме даже собой еще до сих пор люди пользуются. Я бы порекомендовала самый экономичный вариант, это такое центральное отопление в вашем доме, если дом по типу СИТЭ, ну, и в обычных домах бывает с батареей, которая раскручивается. То есть вы сами дома у себя крутите батарею, в каждой комнате регулируете, сколько тепла, когда вам включать, выключать ее, сколько поступать будет тепла. Они очень всегда сильно жарят, поэтому мы сами обычно в среднем, это чаще встречающееся отопление в Стамбуле, и когда, если вы видите на батарее крутилка там до пяти цифр, это самый будет выгодный момент, вы регулируйте, сколько вы тратите. Если это идет общий котел по дому, там делится в ровной степени на всех, такое-то уже старая система, этого уже меньше встречается, но до сих пор есть, это отопление будет дороже вам стоить. Если мы берем курортные зоны, когда мне говорят, в Турции нет отопления, все мерзнете, блин, алё, мерзнут курортные города, потому что там плюс 15, плюс 10 максимум куда-то опускается градусы зимой. Поэтому мы не нужны батареи, центральное отопление, они обогреваются все кондерами, обогревателями обычными электрическими или электроодеялами, которые в розетку тоже включаются, типа, а-ля такая большая грелка. Вот как там живут, это другая особенность жилья, но с тобой отопление, поверьте, есть его в большей части Турции в том числе, не вся страна без отопления живет. Или когда говорят, у меня сейчас прикалывает, вот бедная страна, от энерго вот этих батарей заряжают солнцем батареи, воду нагревают, вот бомжи вообще, да, такие прям все неимущие. Это природное, если у тебя есть батареи солнечные, это бесплатная тебе, назовем так, энергия, которую ты можешь использовать для нагрева воды, для электричества и так далее. Особенность у тебя солнца практически каждый день, ну, в Анталии в той же возьмем. Соответственно, наверное, это выгодно, и люди не просто так это устанавливают. Кстати, если что, установить солнечную батарею, это не такое уж дешевое удовольствие, это несколько тысяч долларов, если что. Так что это недалеко, бомжи этим занимаются, совсем они имущие, совсем люди, а у кого есть деньги потратить, вложиться в солнечную батарею. А второе, в Стамбуле мы кондиорами особо не отапливаемся, чтобы воздух так не гоняем, потому что электричество дорогое, это невыгодно, проще откручивать батарею и просто включать в себя отопление в квартире. Ты сам это регулируешь, это очень удобно. Солнечная, не солнечная сторона, сразу говорю, если вы покупаете квартиру или снимаете, лучше вот кто снимает, без кондиционера, обращайте внимание, солнечная сторона или нет. Если кондиора нет, то летом на солнечной стороне это будет пепелище просто, это будет очень жарко, нереально. Вам придется либо кондер устанавливать за свой счет, либо покупать вентилятор, который тоже, по сути, электричество работает, но меньше охлаждает, чем кондиционер. Если у вас темная сторона квартиры, летом это очень удобно, вы не будете пользоваться, скорее всего, кондиционером, вы там просто откроете окна, сквозняк будет, в общем, достаточно. Но зимой в такой квартире холодней, потому что в Стамбуле зимой очень часто солнце вылазит. Вот я вам сейчас снимаю, у нас там плюс 10-6 градусов, но светит солнце, на солнце сидишь, просто загорать можно, как плюс 15. То есть солнечные квартиры зимой очень хорошо прогреваются от естественных лучей солнца, очень легко сушить одежду, стирку какую-то, она быстро сохнет. Это, кстати, тоже проблема в Турции, влажность высокая, вот в Стамбуле и зимой сушить вещи, это очень долго, надо покупать, ну, желательно, удобно было бы купить сушильную машинку для сушки одежды. Вот, еще, если вы покупаете, снимаете квартиру в Анталии, в курортных зонах, ну, в Турции, в Стамбуле в том числе, но во всей стране, но лучше там обращать внимание, потому что в Стамбуле этих косяков гораздо меньше, там, где холоднее, в Анкаре тоже меньше, там, в Измире. Смотрите, стыки, швы, окон, пола, вот этого всего, что на улицу. Очень часто в курортных зонах делают тяп-ляп, потому что тепло, и там всякие даже не пропенивают стыки, и можно, условно, там, сантиметр дырку найти в окне, на улице, да, вам будет сдувать, такое бывает. Это в съемном жилье, как правило, хозяева для себя, естественно, все это улучшают гораздо. А не тот, кто купил квартиру под сдачу, ему вообще наплевать, как там квартиросъемщики у него живут. В Стамбуле этого гораздо меньше, но тоже важно, если зимой смотрите квартиру, пройдитесь, потрогайте окна. Если на них испарено, например, вода, конденсат собирается, посмотрите, дуют ли где-то стыки вот этих плит в стенах и так далее. В общем, это тоже важно, швы тоже могут выдувать, квартиры могут выдуваться. Потрогайте стену руками, холодные они очень сильно или нет. И вот про соседей. Вот в Стамбуле, когда вы пользуетесь центральным отоплением, и, например, вам не критичны звуки от соседей, очень хорошо бы было, чтобы у вас справа, слева, сверху и снизу были соседи, которые будут тоже, как и вы, немножко пользоваться батареями, открывать свое тепло в квартиру, потому что это тоже будет отгреть ваши стены, тем самым вы будете экономить, вы будете меньше пользоваться батареями, и вам будет дом гораздо теплее. Это очень сильно ощущается. У меня рядом квартира съемная. С одной стороны живут постоянные соседи мои, это их владельцы. С другой стороны у меня живут, периодически люди задают квартиры. Она иногда пустая вообще стоит, когда жильцов нет. Так вот, с той стороны, где зимой бывает очень холодно в этой комнате, потому что у меня там никто не живет, никто эту стену, назовем так, не греет, туда уходит тепло. С другой же стороны, где меня живут постоянно мои соседи, они всегда, как и я, пользуются отоплением, там у нас проблем в тех комнатах, в той стороне, там ванне, в той несколькой ванной квартире, кстати, обычная тема в Турции, там ванна всегда теплая, все вообще в порядке, потому что взаимообмен у нас происходит. Плюс еще эффект теплых полов у нас здесь есть, да. Трубы с горячей водой, которые идут под паркетом или под ламинатом в комнате к батареям, и вот эти все пути, как правило, тоже нагреваются, и пол становится теплым, либо плитка, очень даже жарко порой, когда, ну, в общем, батарея, если ты тут откручиваешь регулятор, вот это, да, можно вообще просто так на кочегаре дышать нечем, вот очень хорошо греет, то есть вот это очень удобно. Мне очень эта система на самом деле нравится регулировать тепло в своей квартире самому, это очень удобно. Если вы снимаете нулевой этаж, Гиришкат, например, то есть у вас квартира на нулевом здесь называется этаже, на нашем языке это называется первый этаж, то есть с выходом бахче, мансарда по типу, балкон бывает, то есть сразу во двор, на первом прям нулевом этаже. Я бы не советовала на самом деле, может быть холодно, сразу говорю. Если у нас, то есть влажность и дождливая зима, как часто в Стамбул, это просто три месяца дождей и холода, промерзает квартира. У вас первое, обратите внимание, чтобы не стояла вода на балконе, второе, чтобы вас не топило ваш балкон из бахче, с вот этого сада, вода не приходила дождик, короче, чтобы слив был хороший, у вас может просто тут постоянно холодная вода, у вас квартира вся будет от этого заберзать, чтобы не дуло, просматриваем швы окна, всю эту историю. Ну и сразу говорю, что у вас очень много будет, два пути может быть, у вас будет очень холодная, например, квартира, это риск зимой такой квартиры, вы будете топить, все будет уходить в автопарк, как правило, внизу, вот в новых домах, в СИТ, парковка под низом. И это просто вы будете топить эту парковку на самом деле, будет просто в никуда ваше тепло, и будет очень холодно. Не натопитесь денег, много заплатите за топление, будет холодно. Или второй вариант, будет очень, допустим, приемлемо тепло, если у вас автопарк, он подогреваемый, сам по себе, так, дома зависит и так далее, если это маленькая там какая-то парковка, то может быть там есть тепло, там трубы какие-то проходят, то есть у вас может быть либо очень тепло в квартире нормально, либо очень холодно, я сразу предупреждаю, как повезет, то есть кто вам сдает или продает квартиру, сами порой, если не владельцы, это обычно занимаются риэлторы, они сами этого момента даже не знают. Вот лучше всего выбирать квартиру зимой, осенью, в самую плохую холодную погоду, вы поймете, как в квартире, холодно, шумно и так далее, вечером после 8 или 8-7 вечера, и смотрите, солнечная, не солнечная сторона. Летом все квартиры прекрасные, теплые, сухие, красивые, приятно дышатся, открытые окна и так далее, то есть летом невыгодно, назовем так, вы больше всего пропустите важных моментов, косяков в квартире, выберите не самый лучший, скорее всего, вариант, много нюансов, которые вы не увидите. И еще моментик скажу про электричество, когда будете смотреть, можете попросить счет фактуру за свет, например, они кладутся в каждый почтовый ящик раз в месяц, счет за электричество, это не принципиальный момент, но я вам просто подскажу такой лайфхак экономии турецкой. Два вида счетчиков бывает, или даже три, ну, в общем, самая популярная. Это может быть общий домовой счетчик по свету, и там просто на всех, ну, ваши киловатты вам считаются, просто, там, не знаю, тысяча киловатт нагорела, ты их платишь и все, да. А есть еще, вот в моем счетчике, там в счетчике расписано, вы можете взять от старого жильца, есть это съемные квартиры под сдачу, там, с этим вообще проблем может быть полный, этот, почтовый ящик ими запит. Смотрите, там расписано, может быть, по времени электричество. Это когда на каждой квартире индивидуальный свой счетчик у вас именно фиксируется. Есть три времени по свету. Первый самый дешевый тариф, это, я вроде бы даже видео об этом рассказывала, это с 10 вечера до 5 утра. Затем второй в два раза дороже электричества становится с 5-6 утра до 5 вечера. И в три раза дороже электричества, когда все приходится работать с 5 вечера до 10 вечера. Если вы в счете там видите дневное время, вечернее и ночное будет на турецком написано, значит, у вас индивидуальный счетчик в вашей квартире вот так считает. Это самый выгодный будет вариант, вы там знаете, в принципе, это очень а-ля 50% экономии денег есть. Вы отчет себе даете, например, вы можете включить посудомойку, стиралку, там, сушилку вещей и все прочее, там, после 10 вечера, или сейчас спать спокойно, утром там все это вытащить. Ну, в общем, вы понимаете, да, большая экономия. Ну, чем в два раза или в три дороже будет у вас с 5 до 10 вечера это сделать. Если у вас общий идет счетчик, там, без деления по времени, то смысла вам как бы на это свое внимание заострять я не вижу. Вы просто будете общим тарифом платить этим, общим, средним, там, знаменатель средний выводится. Вот, надеюсь, информация была для вас полезная по поводу, как выбирать квартиры, вот эти особенности с климатом здесь, тем, что здесь происходит, с менталитетом в том числе про соседей. Если видео полезное, ставьте лайк, пишите обязательно комментарий. В инфобоксе есть моя почта, я психолог, если вам нужна психологическая консультация, пишите в инфобоксе, почту находите, на почту тема письма консультация, мы с вами встретимся в скайпе. Жду ваших комментариев, может, у вас еще какие-то есть добавить нюансы в копилочку, кто здесь особенно давно живет, на что тоже надо обращать внимание при аренде или съеме покупки жилья в Турции. Спасибо за внимание, всем пока!